Зеркало победителя То есть как мы переходим в следующий год И вот мое желание, чтобы мы могли посмотреть на то, что может определить наш год как год победителей Несмотря на то, что может быть не все было хорошо, не все было удачно и не везде мы чувствовали победу Но я молюсь и мое вдохновение, чтобы мы завершая этот год, совершая хлебопреломлением Переходили победителями в следующий год Вот об этом мы сегодня будем говорить Хочу напомнить вам одно событие, которое произошло 16 лет назад 26 декабря 2004 года Произошло сильнейшее цунами, самое сильное за историю наблюдения Магнитудой 9,1-9,3 балла было землетрясение в Индийском океане Что привело к огромной разрушительной волне По разным данным 225 тысяч или 300 тысяч человек погибло Хотя точное число никто не может установить, многих смыло в океан Это была трагедия, которая всколыхнула весь мир и, конечно, церкви Хоть это нас напрямую и не касалось, но мы, как весь мир, рассуждали и думали А что произошло? Почему произошло? Причина произошедшего? Что дальше делать? Как и что дальше будет? Это коснулось многих судеб, это коснулось экономики Прошло 16 лет, но я помню наши собрания, наши встречи Как мы разговаривали, как мы думали И сегодня мы живем во время, когда другая волна накрывает уже весь мир Пандемия Миллионы людей затронуты Многие и многие пережили трагедии Переживают церкви снова в рассуждении, в размышлении В попытке понять, что происходит, причины, следствия Этот год был, наверное, один из самых непростых для церкви Что никогда в современной истории, чтобы весь мир Весь мир не был способен в церкви встретить Пасху или Рождество Чтобы не приглашать людей в храмы, в церкви, в здания К совместной молитве Такого не было И, конечно, у нас много вопросов В результате того, что произошло И, скорее всего, мы не дадим ответы на все вопросы И логика наша не будет способна проникнуть во всю глубину происходящего И я почувствовал себя немного как бы отброшенным в прошлое В 2004 год, когда мы уже задавали вопрос Мы уже пытались найти логику Но прошло время Все стабилизировалось Восстановилось Но некоторые Некоторые Отстали от веры Некоторые из-за того, что не нашли логики в происходящем Разрушили свою идентичность с церковью и со Христом Потому что они не смогли вместить события Внутрь своей веры Я знаю, что и сегодня, когда пандемия И в нашей стране накрывает многие города И многие верующие люди Не способные определить Откуда, почему и что с этим делать Начинают в своей вере шататься И начинают терять свою идентичность По отношению к вере, по отношению к церкви И мое послание сегодня Если мы желаем войти в Новый год победителями Наша победа – это сохранение нашей идентичности Наша победа – это сохранение нашей идентичности Послание к евреям 2 глава с 11 по 15 стих Здесь раскрывается идентичность Христа По отношению к нам Ибо и освящающие, и освящаемые все от единого Поэтому он не стыдится называть их братьями Говоря, возвещу имя твое, братья моим Посреди церкви воспою тебя и еще Я буду уповать на него И еще Вот я и дети, которых дал мне Бог А как дети причастны плоти и крови То и он также воспринял онные Дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти То есть дьявола И избавить тех, которые от страха смерти Через всю жизнь были подвержены рабству Идентичность Христа прекрасно показывается в этих стихах Она отображена в двух основных аспектах Первое – Христос ассоциирует себя с церковью Христос ассоциирует себя с церковью Здесь написано Он не стыдится называть нас Братьями, можно добавить, и сестрами Посреди церкви воспою тебя И второе – он принял онные То есть он принял тело И сегодня мы совершаем хлебопреломление Как вознаименование того, что Христос принял тело и кровь Чтобы лишить смерть силы Потому что он себя сделал таким же, как мы Он позволил себе найти в нас идентичность Я хочу, чтобы сегодня мы вернулись к идентичности Нашли идентичность или утвердились в таковую Чтобы дьявол не сделал нам ущерба Чтобы он не нанес нам ущерба И мы не ущербными переходили в следующий год Но мы переходили в следующий год победителями В нашей жизни, я думаю, есть люди Которых мы не особо хотим представлять как наших Мы их стыдимся Этого люди могли быть в нашем прошлом Или в нашем настоящем Нам не очень хочется сказать, что мы как-то вот ассоциированы с этими людьми А Христос, зная все наши несовершенства Все наши ошибки Он ассоциирует себя с нами Ведь Он Бог, Он автономен Чтобы Ему восхвалять Бога, Ему не нужны мы Нам иногда нужна церковь, чтобы восхвалять Бога Но Христу не нужна церковь была для этого Он сам по себе есть Бог Но Он принимает решение Я среди церкви воспою тебя Так ты же на престоле славы У тебя в ресурсах такие мощные системы поклонения Зачем тебе несовершенство этих людей Среди которых ты приходишь, чтобы воспевать Бога Насколько Христос находит себя в нас И не стыдится нас Он сегодня здесь Здесь, среди нас Вместе с нами, в поклонении, в общении, в молитве Духом Своим Святым Почему? Он нашел свою идентичность Он принял свою идентичность Он сохранил свою идентичность Дорогие, нам так важно не потерять свою идентичность Когда Иисусу было 12 лет Они были с семьей в Иерусалиме на поклонении И потом пошли обратно домой Родители на третий день всполошились Что Иисуса нет рядом с ними Начали искать Его у родных, у близких И нашли Его, написано в храме Среди учителей Божьего Слова Которые удивлялись Его мудрости И разумным ответом И они спросили, начали говорить с Иисусом Что ты с нами сделал? Мы искали тебя И то, что отвечает Иисус, удивительно Ведь зачем вам было искать Меня? Он не имеет в виду, что вам не нужно Меня возвращать к себе В свое присутствие, в свой дом Он не об этом говорит, что вам не нужно Меня было искать, потому что я больше Не хочу жить с вами Он не об этом Он говорит о другом Он говорит, зачем вам было нужно Искать Меня, другими словами Разве вы не знаете, кто я? И где я могу быть в воскресенье? Зачем вам искать Меня на дискотеке? Зачем вам искать Меня в баре? Зачем вам искать Меня у родственников? Зачем вам искать Меня в воскресное утро? Где-то или вы не знаете Мою идентичность? Если вы хотите Меня найти, я в церкви Он говорит, я там, где мой отец Я в том, что принадлежит моему отцу Неужели вы забыли, кто я? Прошло 12 лет Подумайте о том, что было 12 лет в вашей жизни Если там были события, которые потрясли вас Которые были уникальны Которые, ну, хоть как-то задели вашу душу Я думаю, вы это помните Всего 12 лет Это не такая эпоха, которая стирает все Прошло всего лишь 12 лет Как дева во чреве приняла сына Прошло всего 12 лет Как Иосиф встретил ангела, который сказал Принять эту деву себе в жену 12 лет прошло А они уже потеряли свою идентичность По отношению к Иисусу Они забыли Кто его истинный отец Но я не о родителях сегодня Христа Они замечательные люди И о нас Всего 3 года назад 5 лет назад 10 лет назад 20 лет назад Когда в твоей жизни произошло событие Стоя перед церковью В молитве Ты говорил Христос, войди в мою жизнь Я обещаю тебе доброй совестью служить Событие, которое потрясло всю твою сущность Которое переродило и изменило тебя Событие, которое определило твое второе рождение Которое теперь свидетельствует не только о твоих земных родителях Не только о твоей земной семье Которое свидетельствует о том, что у тебя есть небесная семья У тебя есть та семья, которая вместе с тобой поклоняется Христу, Господу Неужели так просто и так быстро Из нашей головы, из нашего сердца Стирается наша идентичность Иисус смотрит на своих родителей И говорит Неужели вы забыли, кто я? Зачем вам было меня искать? Я там, где я должен быть Позже Прошло уже 30 лет примерно Иисус уже служит в силе Святого Духа Проповедует У Него уже ученики Церковь Мама с братьями приходят Чтобы взять Его Чересчур Мальчик 30-летний Увлекся религией Они хотели взять Его Хотели поговорить с Ним Объясниться с Ним немножко И один человек говорит Иисусу Вот там мама твоя и братья стоят И Иисус не отвечает грубо Но Он снова направляет мысли людей Дорогих Его сердцу К Его идентичности Он говорит Кто Мама моя? Кто братья мои? Слушающие и исполняющие Волю Отца моего Тот мне и брат И сестра И матерь Он опять отправляет Свою родню К своей идентичности Он не обесценивает их В своей жизни Он говорит о том Что у меня есть еще семья И она тоже дорога Моему сердцу И вы не думайте Что я чересчур Увлекся религией Я просто вошел В свое призвание И мне сегодня необходимо Разделять свою жизнь Не только с вами Но и с той семьей Которую мне дал Бог Это люди Которые в мою жизнь Пришли не путем Плоти и крови Это люди Которые в мою жизнь Пришли через Святой Дух У тебя есть люди Которые в жизнь Пришли твою через Плоти и кровь И есть люди Которые в твою жизнь Пришли через Святой Дух Когда Иисус Так общается с ними Они хотели Его вернуть Они хотели Его сделать Своим домашним Проповедником Ведь если он в 12 лет уже проявлял такую мудрость, что учителя Божьего Слова удивлялись, то есть, значит, было о чем послушать. Я не думаю, что Иисус жил со своими братьями, мамой, и когда они его спрашивали о каких-то вопросах Слова Божьего, он говорит, ну, вы знаете, еще мое время не пришло, я не хочу с вами говорить на эту тему. Я думаю, что они общались, как нормальная еврейская семья. Они, ну, хотя бы в шаббат говорили о Слове Божьем, о Боге. Они хотели сделать его своим домашним проповедником. Он говорит, я не могу быть вашим домашним проповедником, потому что я призван быть вместе с моей духовной семьей. Иногда нам хочется сказать, ну, давай ты будешь верить, ну, ты сиди дома, ты верь здесь себе потихонечку, здесь потихонечку пой. Мы даже послушаем тебя иногда, как ты проповедуешь. Мы хотим иногда сделать своих домашних проповедников, но Бог помещает нас в церковь. Идентичность внутри Иисуса была настолько сильной, что Он отстаивал ее, Он говорил о ней, Он не пренебрегал ей. Воцерковленность, которую мы имеем, она, с одной стороны, рождает дискомфорт, потому что внешние не так начинают на тебя реагировать, но с другой стороны, она совершает исцеление. Когда я готовился, я вспомнил мультфильм на русском, он называется «Город героев». Там мальчик, который изобрел микроботов, и вот их много, они вместе могут делать разные строения, заниматься какими-то процессами. И в пожаре, казалось, все эти микроботы были уничтожены, но находится один микробот в стеклянной баночке, и он постоянно куда-то стремится, направляется. Они идут туда, куда стремится микробот. Это вот за три минуты весь мультфильм я вам рассказываю. И находят там, что этих микроботов все-таки много, и этот микробот соединяется с этими микроботами. Для чего это все вам? Во время гонений в Советском Союзе не было СМС, не было социальных сетей, не было каких-то средств оповещения, и люди верующие, крещенные Духом Святым, приезжали в город, приезжали в поселок, и они начинали молиться. Они, как этот микробот, их душа искала церковь. Бог был с ними, но они искали церковь. Им недостаточно было того, что Бог был с ними. Они бы могли найти тысячу оправданий себе. Они не знали никого в этом городе, они не знали, когда и где они собираются, но они взывали к Богу и говорили, «Господь, приведи меня туда, где твои дети, собравшись вместе, поднимают свой голос». И чудом Дух Святой ввел их на эти места. Они тихонечко стучались в эти дома, в эти квартиры. Им с опасением открывали. Они узнавали, что там братья и сестры. И радость была в воссоединении, что их тянуло туда. Если сегодня в наших сердцах это самоопределение, понимание, мне нужна церковь, мне недостаточно того, что Бог со мной, я хочу быть частью церкви, я хочу быть частью духовной семьи. Для меня это не менее важно, чем то, что Господь со мной. В послании Ефесянам, 1 глава, 16 по 23 стих, я зачитаю только последний стих. После всего перечисления апостолам Павлам, насколько велик Христос, насколько велико Его имя, Его державность, Его сила, после всего вознесения Христа, Он завершает и поставил Его выше всего главою церкви, которое есть тело Его, полнота наполняющая все во всем. В завершении величия Христа апостол Павел говорит, и поставил Его выше всего главою церкви. Оказывается, церкви в глазах Бога выше всего. Выше всего другого творимого на этой земле, потому что однажды все на этой земле перестанет быть, но единственное, что не перестанет быть и пройдет гораздо дальше, это церковь, невеста Христа. Если ты отмотаешь вперед на миллиарды лет, ты удивишься, и там церковь превыше всего и главою Христос. И связь Христа с церковью настолько неразрывная, что Он дал определение, это моя невеста, жена, у меня будет брак. А что такое брак? Брак или завет брачный, докуда он действует? До смерти. А Христос-то уже воскрес, Он уже не умрет. Значит, брак с невестой, с церковью, он не прекратится, и церковь пройдет туда, куда не смогут попасть никакие институты. И что еще важно, Бог не создаст никогда ничего более значимым, чем церковь. Это совершенное Божье творение, которое состоит из несовершенных Божьих людей. Когда кто-либо претендует на сочлененность со Христом, при этом отвергая церковь, знайте, что такой человек в обольщении. Он может быть неплохой человек, но он в обольщении. В послании к Колоссянам, 2 глава, 18-19 стих, апостол Павел говорит, «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмиваясь плотским своим умом и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим». Апостол Павел называет обольщением тех людей, которые отделяют себя от единства церкви, которые говорят, нету такой церкви, с которой я бы мог построить отношения. У нас напрямую с головой отношения. Может быть, если не учитывать Божье Слово. Но если учитывать Божье Слово, то Божье Слово определяет взаимоскрепляющие связи, сочленение, единство, которое внутри тела находится и помогает нам возрастать, потому что благодать и питание от головы приходит ко всему телу через наше совместное пребывание в вере. В послании к Коринфянам, в 12 главе, первое послание к Коринфянам, апостол Павел очень много и многообразно раскрывает этот потенциал церкви как тела. Что там есть благообразные, есть неблагообразные, есть совершенные, есть несовершенные, есть красивые, есть простые, есть разные. Когда люди говорят, что мне не нужна церковь, чтобы духовно возрастать, я скажу, это неправда. Знания надмивают, а любовь назидает. И многие могут сидеть и получать прекрасные проповеди. И я не против проповеди по интернету. Я знаю, там много благочестивых, прекрасных пастырей и проповедников говорят Слово Божие. Я не против этого. Я за это, чтобы больше и больше. Пусть Слово Божье наполняет всю нашу землю. Я за сердце человека. Если человек, слыша проповеди, не соединяется ни с кем, никого не терпит, никого не любит, никого не прощает, ни с кем не служит, ни с кем не проходит испытание, ни с кем не проходит борение, ни с кем не проходит радость, этот человек как шарик, он надувается знаниями, но он не растет. Это не рост. Это превозношение. Рост так не происходит. Вы знаете, любить тяжело живых людей. Посмотрите на своих соседей. Я вам скажу, чем дальше этот сосед от вас, тем легче его любить. Чем ближе этот сосед к вашей жизни, тем больше испытаний вам приходится проходить рядом с этим соседом. Сегодня мало свадьбы. Я думаю, почему так мало свадьбы? Ну что не хватает? Вот я смотрю в церковь, ну что не хватает, братьям и сестрам? Знаете, чего не хватает? Картинку любить легче. Экран телевизора любить легче. Он не приносит проблем. Он приносит то, что ты хочешь от него получить. Вот то, что ты хочешь, вот эта картинка, она тебе дает только то, что ты хочешь. И оставляет за кадром все остальное. Поэтому некоторые приходят в церковь, смотрят. Сестра, пообщались? Не, несовершенная сестра. Брат, пообщались с братом? Да не, брат, несовершенный. Так ты не найдешь совершенных. Ты так и будешь любить только картинки, которые не родят тебе детей, не пройдут с тобой жизнь, не помогут тебе стать самому или самой более совершенной. Ты так и будешь жить с экранным образом проповедника, если ты никогда не придешь в церковь. А в церкви есть терпение. А терпение имеет совершенное действие, которое делает нас совершенным без всякого недостатка. Если ты никогда не женишься, если ты никогда не выйдешь замуж, если это по воле Божьей хорошо, но если это только из-за того, что ты слишком любишь картинки и не любишь живых людей, я хочу тебе сказать, ты никогда не будешь возрастать. Мы можем возрастать только рядом с другим человеком. Мы можем возрастать только в сообществе людей, потому что они начинают нажимать на наши болезненные точки. Они обращают внимание на то, где мы слабы. Они подчеркивают те силы, сильные стороны нашей личности. Они помогают нам утвердиться в том, в чем нужно утвердиться, и оставить то, что нам нужно оставить, и без церкви это невозможно. Если взять пищеварительный процесс как пример для взаимодействия внутри тела, подумайте, сколько внутри вот этого процесса, ну, такого простого, банального, я бы сказал, для нас находится. Начиная с нашего воображения, мы сначала представляем, что бы мы хотели съесть. И в зависимости от возможности начинаем кушать. И вы знаете, какие чудеса происходят во время, когда ты кушаешь? Оказывается, еда способна исцелять. Во всяком случае, душу точно. Вы замечали, как дети исцеляются под влиянием конфет? Как только конфета попала ему в рот. Аллилуйя! Ручка не болит, голова не болит. И туда, куда надо идти, я могу идти. Пищеварительный процесс запустил чудеса. Радость пришла. После первой-второй ложки супа смотришь, и напротив тебя уже не тиран, не монстр, а уже почти ангел Божий. Как преображается наше отношение под влиянием простой еды? Потому что мы многогранны, мы многообразны. Мы нуждаемся в том, что происходит в нашем теле. Все эти процессы, они запускают уникальные вещества в нас. Мы впитываем эти микроэлементы. Наше тело питается, приобретает силу. А самое, наверное, о чем не надо говорить вслух, Ну, иногда используются такие слова в Библии, как «извергну тебя», да? Можно по-разному. Но если наш организм не будет извергать токсичность, эта токсичность нас будет отравлять. Я подбираю максимально культурные слова для описания процессов. И когда мы освобождаемся от токсичного, или когда мы кого-то освобождаем от этого, это неприятно. Это не благоухание. Давайте о детях, чтобы взрослых не задевать. Кричит ребенок, мучается, спать не дает. Не буду говорить, о каком ребенке речь, почти у всех было это. Мы не знаем, что делать. Добрый совет приходит. Спустите ребенку газы. И чудо. Газы спустили, ребенок успокоился. Иногда нужно, чтобы наш организм производил такие процессы, о которых неприлично говорить вслух, но без этих процессов организм в мучении находится. И когда мы служим в таких процессах, это неприятно, это больно. Нам это не нравится, но без этого не будет здорового организма. И в данном случае мы не можем определить кого-то одного на эту роль. Давай ты будешь вот этим процессом заниматься. Знаете, я заметил, что несмотря на то, что пастор, я иногда уста, которые получают через рецепторы вкус, а иногда тот, который газы отвожу. И в том состоянии бываешь, и в этом состоянии бываешь. И, конечно, в другом не очень приятно быть, но если Бог на данный момент развития церкви, развития взаимоотношений употребляет тебя в какой-то мере, нам необходимо согласиться быть в теле Христа и сохранять, 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 сохранять свою идентичность. Чтобы проблемы, которые возникают вокруг нас, чтобы сложности во взаимоотношениях не вывели нас из тела Христа, потому что именно вместе мы получим полноту благословения Божьего. Написано, все тело будет радоваться. Когда Дух Святой приходит, когда дары Духа Святого, эта палитра даров Духа Святого приходит на церковь, она всегда приходит для единства, она никогда не приходит для разделения, она никогда не разделяет, она никогда не выделяет одного, а другого станет в тень. Она приходит, чтобы была польза всему телу. Поэтому, когда люди пытаются действовать и жить в дарах Духа Святого, при этом отделяя себя от единства с церковью, это как минимум не соответствует Божьему Слову, потому что когда Дух Святой приходит, наполняет, дает свои дары, Он делает это, чтобы все тело имело пользу. Еще я вспомнил один мультфильм, это последнее мое воспоминание о мультфильмах в этом проповеди, «Алиса в стране чудес», там был такой чеширский кот, и он пропадал. И он пропадал до такой степени, что оставалось один рот, одна улыбка. И вот то, что происходит сегодня, на мой взгляд, вот такой образ у меня родился, что для некоторых взаимоотношение с церковью – это как взаимоотношение Алисы с этим чеширским котом. Для них от церкви остался только рот. Они смотрят только онлайн-трансляции. Это понятно, если вы не можете быть сегодня здесь или в вашей поместной церкви, но это неправильно. Церковь – это не только рот, это не только уста. Церковь – это живой организм, состоящий из многих членов, с которыми нужно иметь взаимодействие, находить видение, находить служение, находить общение, как-то взаимодействовать. С одним другом пастором разговаривал не так давно, он говорит, сестра достаточно такая зрелая, уже в годах, и заявила ему, вы знаете, я больше не смотрю онлайн-трансляции нашей церкви. Почему? Я нашла проповедника в интернете, я его послушала, вот все, после этого я больше никого слушать не могу. Конечно, пастор начал работать с этой дорогой душой и объяснять, знаете, что произошло? Это чеширский кот. Вот для человека остался один рот, одна улыбка. Алиса, знаете, как сказала, видела я котов без улыбок, но улыбку без кота. Вот я видел церкви без улыбок, но видеть улыбку без церкви – это ненормально. Так не должно быть. Если есть уста, должно быть и тело, осязаемое, вовлеченное в жизнь, в процессы, соединяющее нас. И говоря о 12 главе послания 1 Коринфянам, важно понимать, почему апостол Павел написал вот эту всю 12 главу, или что являлось лейтмотивом для написания 12 главы. Лейтмотив лежит в конце 11 главы. Мы привыкли делить на главы, на стихи, но апостол Павел так не писал. Я завершаю 11 главу и теперь перехожу к другой мысли. Я иногда так проповедую, а вот сейчас мы поговорим об этой мысли. Павел писал одну мысль и протягивал ее через все послание, отвлекаясь то на одно, то на другое более внимательно. Итак, 1 Коринфянам, 11 глава, 28-30 стих. Послушайте, какое критичное заявление, наверное, только Павел мог так писать. Мы сегодня так писать не способны. Мы более политкорректны. И 12 глава, это было продолжение этих стихов. И когда мы с вами делаем хлебопреломление, мы часто говорим, не рассуждая о теле Господнем, подразумевая исторический контекст страдания тела Христа, ставим точку «Аминь» и уходим. Но то, что на самом деле имел в виду апостол Павел, нисколько не умаляя страданий тела Христа, и то, что ту цену, которую он заплатил за нас, он именно для этого написал 12 главу, чтобы для нас было понятно, о каком рассуждении о теле Христа он имеет в виду. И он приводит коринфянскую церковь к пониманию взаимодействия благородного, неблагородного, покрытого, не нуждающегося в покрытии. Он приводит к воцерковлению. Другими словами, можно сказать, если ты не имеешь воцерковления, то ты не можешь достигать часто исцеления, освобождения или бороться с тем недугом, который поражает тебя. Я так благодарен, что мы можем молиться друг за друга, мы можем переживать друг за друга, мы можем воспламеняться друг за друга, мы можем скорбеть друг за друга, мы можем радоваться друг с другом, потому что все это рождает удивительную силу благодати, поднимающую и исцеляющую. Апостол Павел говорит, если ты что-то хочешь понимать в процессе хлебопреломления, твое рассуждение должно прийти к видению церкви, к ценностям церкви, к твоей вовлеченности в церковь, в твоем служении в церкви, что ты делаешь внутри поместной общины, каким образом ты замыкаешь на себе какие-то процессы, пусть они не будут великими, пусть они не будут какими-то значимыми, но чувствуешь ли ты жизнь, которая проходит через тебя? А если нет, это не проблема церкви, это проблема отсутствия воцерковления. Поэтому, когда апостол Павел заявляет, что не рассуждая о теле Господнем, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, вы знаете, он подчеркивает, что, оказывается, проблемы современной церкви были в первоапостольской церкви. Прославление, пожалуйста, можете уже выходить ко мне, я вижу, как вы начали движение в мою сторону. Нам кажется, что только сегодня, во время пандемии, эта слабая, неодухотворенная, несовершенная церковь, в которой несовершенные проповедники, которым не хватает помазания, вот сейчас мы из-за того, что вот такой находимся несовершенной церкви, люди болеют, люди умирают, а где же Бог, а где же церковь? Читайте послание. Первая апостольская церковь. Что это значит? То есть церковь, которая была начата апостолами. Коринфянская церковь была начата апостолом Павлом. Многие из апостолов еще были при жизни, которые были свидетелями Иисуса Христа при жизни. И вот уже в то время Павел свидетельствует, оттого, страшно произносить, многие больны и немало умирают. Разве это не страшно? Кажется, Павел, ты что, во время пандемии живешь? Мы-то думали, что мы только сейчас проходим это испытание. А он говорит нам, через две тысячи лет, его крик доносится до нас. Он говорит, вы болеете, вы умираете, потому что недостаточно понимаете силу по местной церкви, недостаточно понимаете благодати по местной церкви, недостаточно рассуждаете о своем воцерковлении. И если вы сможете изменить свое сердце по отношению к воцерковлению, вы удивитесь, как много исцелений хранится там, где вы не видите силы Божьей. Завершаю. Я хочу прочитать из книги Откровения, 21 глава, 7 стих. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Когда я готовлю проповедь, я, как правило, пишу 97-98% и оставляю. Бывает это у меня день. Я специально, я не завершаю проповедь, я отхожу на расстояние, чтобы дать время Святому Духу принести финальное слово. И финальное слово для этой проповеди было это. Побеждающий наследует все. Я спросил Господь, о чем ты говоришь? Что ты хочешь этим словом сказать? И он повел меня к тем соревнованиям, в которых ни одним этапом все побеждается. Есть эстафеты, или есть такие единоборства, где есть раунды. И вопрос иногда решается в конце судейством. А если это эстафета, решается последним, кто забегает. И по сути, когда говорится, побеждающий наследует все, это значит, что в период борьбы могли быть раунды победы, раунды проигрыша, раунды бессилия, раунды разочарования, раунды восхищения, раунды радости. Было все внутри этого процесса, но факт победы определяет наследие над всем. То есть, когда человек поднимается на пьедестал, когда ему дают первое место, это первое место определяет не только первое место в тех раундах, в которых он выиграл, это определяет первое место во всей борьбе. В конце этого года, перед хлебопреломлением, я хочу вам сказать, если вы сегодня здесь, если, может быть, вы сегодня по ту сторону экрана, но вы ясно понимаете и чувствуете свою идентичность, вы победитель. И ваша победа определяет не только способность быть в церкви, но она определяет все, что Бог вложил в вашу идентичность. Побеждающий наследует все. Я думал о себе. Анализируя прошедший год, я вспоминал моменты, где я ошибался, моменты, где я поступал правильно, моменты, где мне было больно, моменты, где я испытывал радость. И завершая этот год, я имею от Духа Святого внутри себя утверждение. Если ты сохранил свою идентичность, как отец, как муж, как служитель, как пастор, если ты сохранил свою идентичность, твоя победа определяет, что ты сохранил все. Ты сохранил свою любовь, ты сохранил свою семью, ты сохранил, ты не потерял, ты прошел дальше, ты победитель. И я хочу, чтобы мы сегодня, завершая хлебопреломление, мы, входя в Новый год, входили победителем, мы победили. Да, были раунды плохие? Были. Да, были эстоветы с плохими забегами? Были. Но мы идентичны. Мы есть те, кто мы есть, и мы победители. Продолжение следует...